Хей ребятки, с вами Борода, это Блэнд Баунд и мы продолжаем проходить эту чудеснейшую игру, которая очень назойливая, как по мне. Мы на третьей главе, на минуточку третьей из седьми глав, то есть мы уже на половине прохождения этой игры. А глава три называется Сияние Зири. Давайте-ка попробуем её пройти. У нас есть два фрагмента эссенции, пришло время найти третий. Ревнетели. Последние свободные люди, живущие в этом мире, они защищают Долину Светоносца и поклоняются могуществу артефакту, Свету Зири. Должно быть, это и есть фрагмент эссенции. Слава Зири. Знаки на твоём теле говорят мне, что ты хранитель. Неужели тот самый? Ты должен предстать перед учителем. Я покажу тебе тайный проход в нашу крепость. Спасибо большое. Но я думаю, что тайный проход будет, конечно же, не такими тайными. И там будет куча охраны, которая будет меня убивать. Так, мне вначале сказали, что здесь будет как бы тяжело. Поэтому ты рассчитывай, что, возможно, ты пойдёшь куда-то ещё, чтобы немного подкачаться, а потом будешь идти сюда. Ну что ж, давайте посмотрим, так ли это. Ну, кстати, я уже часто вижу, а неплохо так мне уже 73%, а мы на самом начале этапа-то никуда толком не продвинулись. Поэтому, возможно, да, возможно, будет и тяжело. Посмотрим, посмотрим. Всё же дело в том, насколько тяжело, правильно? То есть никто же не говорит, что игра, в принципе-то, будет лёгкой. Ну, я-то говорил вначале, конечно же, но я прекрасно понимаю, что одно дело обучающие этапы, а другое дело вот уже пройти дальше, когда начнутся нормальные сложные мобы. Вот эта вся хрень, вот как мы сейчас видим. Вот сейчас действительно тяжело, потому что я понимаю, что у меня 33% хп, а восполнить мне его просто нечем, и с этим могут быть явно большие проблемы. Так, стоп, а там я видел, что-то мне упало. Я подобрал его, да? Да, подобрал, хорошо. Потому что сейчас, я думаю, мы пойдём опять-таки доспехи улучшать. Тяжело, не тяжело, но этапчик мы прошли. В среднем уходят полторы-две минуты на этап, в зависимости от сложности, которая нас встречает. Так, ну как всегда. Порталы снаряжения. Так, давай, лотерейка. Ну, лотерейку можно потянуть, да? Лотерейку на халяву можно потянуть. Почему бы и нет? Так. Нифига себе. 2312. Редкий меч. Уровня... Качество B. В то время, как у меня 15 уровня. Цэшечка на 578. Охренеть. Ну, теперь, я думаю, у меня явно будет знатное преимущество, которое будет заметно. Охренеть. Ну, это прям жестко. Ничего себе. Не ожидал, не ожидал. Так, что это вообще такое, что я использую, но не понимаю, что? Надеюсь, оно мне потом нигде не будет нужно. Так, на 8 левел мы прокачаем только 30... А, на 36%? Нормально, слушай. Неплохо. А, 2600. Плюс 292 дамага мы получим на этот меч. Хорошо. Все, можно отправляться дальше в бой. Уже хочу просто сравнить предыдущий бой, потому что предыдущий этап проходить было тяжеловато. 30% хп у нас осталось. Так. Будьте осторожны, служители света опасны. Когда-то они были союзниками хранителей. Но они не помогли хранителям в последней решающей битве. Да, служители против предателя, но это не делает их нашими союзниками. Они винят нас в разрушении мира, хранитель. Но ходят слухи, что они владеют фрагментом эссенции древа мироздания. Нам нужно больше информации. Просто знай, что это может оказаться ловушкой. Хорошо, я понял. Короче, в этой игре нельзя доверять никому. Я не удивлюсь, что потом эта бланинка тоже окажется плохой. И она просто воспользовалась моим телом как сосудом. Да, и все. А, ну смотри, они так-то от киса теперь стали быстрее, но не настолько быстрее, как я думал. Я так предполагал, с таким дамагом они будут падать с первого раза. Но, как ты можешь лицезреть, с первого раза никто и не падает. Поэтому, хоть и дамаг в 5 раз стал ровно в 5 раз больше, легче от этого мне явно не станет. Печально. Я-то надеялся, что они будут теперь просто молниеносно откисать. Но не повезло. Ладно, будем сражаться. Мне интересно, просто сколько у них ХП там. Вот только что без навыка пролетел дамаг на 6000. И я такой думаю, нихрена себе, это они жирные какие. Так, у нас тут где-то путь должен быть. Так, стоп, мне вот туда, да, 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 вот здесь. Чтобы я и печаточку сломал сразу же. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что она либо дает им силы, либо они из-за этой печати будут лезть ровно столько, сколько она будет живой. Соответственно, зачем же же ее оставлять тогда? Хорошо. Хорошо. Вроде как справляемся. Мне нравится, что пока я наношу дамаг, я сбиваю их атаку, и они не могут мне никак навредить. Это просто великолепно. То есть, если один на один, то я могу спамить, 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 и мне ничего не будет. Так, хорошо, сундук. Забираем и уходим. Прошли очередной этап. Этап 13 завершен. Так, ну тут упал мусор. Ничего ценного там нету. Испытания. Испытания за билеты. Вот это мне не нравится. Так, это мне не нравится, потому что, ну, билеты будут по любасу выпадать очень редко. И тебе придется донатить. Когда-то долина светоносца была полна жизни. Воды озер Эль-Хеста бежали через шлюзы Великой Плотины и орошали пашни. Увы, десять веков войны превратили Великую Плотину в руины, а плодородные земли поглотила пустыня. И что они хотели этим сказать? Что все плохо, все ужасно? Ну так это же жизнь. Везде сейчас плохо и ужасно. Да, двери открылись, я их убил, двери закрылись. Я вас понял, окей. Логично. В принципе, более чем. Хоп, откисли, да? Хоп, откисли, да? Так, хорошо. Где мой спуск вниз? Вижу. Я не поймаю, зачем закрывать проход назад. Вот, только что мы прошли, оно заросло. Ну, а в чем смысл? Я же все равно назад идти никак... Ну, ни в коем случае не буду вообще. Я же оттуда пришел, и какой резон мне туда возвращаться обратно? Так, у нас тут большой, смотри, какой пришел. Там паучара, какой прелест. Ни хрена себе. Ну, это прям жирный, жирный, не спорю. Еще из них, смотри, что вылупляется. Обалдеть. Ты убиваешь его, из того кокона вылазит такая хрень большая. Лифт этот 3 часа едет. Так, хорошо. Моментально спустились вниз. Что-то активировал. Еще, скорее всего, один лифт будет. Я так-то... А, не, вот спуск вижу, все окей. Так, что-то получили только что. Еще что-то получили. Так, взорвется. Ага. Большие жуки еще и взрываются в конце. Я понял, зачем. То есть, активировали ту хрень, и появился мост. Потому что изначально его не было. Так, а это не та ли сфера, которая нужна нам для благословения? Потому что я там видел, там нам надо была какая-то сфера. Возможно, это она. Но, после того, как я получил такой меч, я не вижу смысла благословлять цешный доспех. Этап 15. Поехали. Это долина светоносца. Пустыня, которая уже многие века служит нам домом. Долина неприступна. Мы можем обеспечить себя всем необходимым для жизни. Апсалмы нашего учителя помогают нам укрыться от взора предателя. Милорд просит вас продемонстрировать свою силу, победить чудищ из песка и камней. Если вы пройдете испытания песком и камнем, мы признаем вас последним хранителем. Ты должен понять, служители света ждали своего спасителя целую вечность. У нас нет права на ошибку. Окей. Нет права на ошибку. Там был такой фрагмент, который был очень сильно похож на статус железнорожденных из Игры Престолов. Вот прям один в один. Ну, это нормально, блин. Понравилась людям фраза, но что-то они с плагиатилем. Это норма. Не вижу в этом ничего плохого. Потому что, ну, а как без этого? Все повторяются сейчас? Как можно не повторяться в наше время, когда уже все использовали до тебя? Так. Разрушил. Да, окей. Все хорошо. Мерзкий вот эти... Блин. Мне только что жирно так дамага нанесли. Охренеть. Смотри. 47% осталось только у меня хп. А кто? Так. Стоп. А я как их должен убивать, по-вашему? Охренеть. Как я их убью, если они аж там? Ну, это жирно сейчас было. У меня 20% хп осталось-то. Эй, кажись, я потух, ребятки. Кажись, я потух сейчас. Я, конечно, не уверен, но... Очень большие шансы на то, чтобы просто потухнуть. Потому что у меня хп практически нет. Я буду жестко спамить, пока не восстановятся какие-то навыки. Но... Это жесть. Что, вывез? Да не гони, а серьезно. Так, стоп. Тут надо наверх подняться в сундук. Я видел, забрать. Смотри, они еще здесь и на крысу сидят на этом сундуке. Ни хрена себе. Но, ребят, там скакнуло до 8% хп. Вы видели? Я уж на секунду подумал, что сейчас будет первое поражение в этой игре. Это было страшно. Это было жестко и было очень страшно. Потому что 8% что? Серьезно? Так, крепость босса. Пришло время собрать группы и нанести удар по крепости босса. Да, ну не хочу я. Еще всего лишь 3 безоплатных. Серьезно. Не хочу. Но не хочу я. Маяки горят для ответного удара поведителя клинка. А если я сейчас выйду, меня отнимут, да, вход получается? Мне просто вот интересно. Я вышел. Наверное, в этап я не смогу пойти. Или смогу? Смогу. Ты и вправду последний хранитель. Ты предал весь человеческий род, прислужник предателя. Настало время отомстить. Мы, истинные спасители человечества. Может быть, только один последний хранитель. Наш повелитель, бичеватель. Ты никогда не получишь ветвь древа или твар. Самозванец еретик. Ты умрешь. Братья, держите его. Так. Ну вот. Это, в принципе, логично. Нельзя никому доверять. Так оно и вышло. И в итоге нас сейчас опять будут убивать. А, вот это их братья. Серьезно? Так вы же тоже нечисто. Какие вы братья-то? Вы ублюдки. Что я могу сказать? Вместо того, чтобы помогать. Кстати, бьют они больно. Это так. Если вам интересно, то бьют они жестко. Вот я не пойму, как я должен тех убивать. Здесь надо сразу куда-то бежать или что. Если они наверху, как я их могу убить? Я не представляю. Ага, вот так вот, да, наверное? Вот так я должен сюда был подняться. То есть мне просто не подходить надо. И тогда будет все окей. Я понял. Хорошо. Так и будем делать. Так, сразу все юзаю. Потому что 16% хп. Мне, походу, это явно не по уровню. Жду пока кьюшечка возобновится. Потому что... Бля, тяжело, хана. Какого хрена вообще так тяжело? Смотри, у меня 17% осталось. Все, вафля. Этого выпустил еще. А он меня убивает. Я его, значит, спас и я умер. Да? Я его спасаю, а он меня убивает. Ты серьезно, мужик? Это жесть. Так, назад в хаб. Давайте что-то прокачаем. Давайте на хп. Так на хп у меня же это... Наша группа собрана. Спасибо. В бой. Поехали. Давайте посмотрим. Вот, ни хрена себе, там 4 миллиона у типа какого-то было. Так. В каждом бою вы задействуете один из ключей. Хорошо. Поехали. Коль на кампании мы затормозили, да, не можем пройти, пошли побьем босса. Не, ну мы все равно пройдем сегодня главу 3. Это не обсуждается даже. Так, ну я тут потух, да? Все. Окей. А что мне никто не помогал? Как бы мы группу собирали? Вернуться к битве с боссом. Остаток здоровья босса. Или каждый сам по себе бьет, и у кого сколько осталось, что ли? Ну да, получается, вот, смотри. Так, вы получили усилитель ауры. Хорошо. Текущая моя награда вот эта. Ну вот, типок уже сколько набил. Я пока слаб. Хорошо, давай еще раз зайдем. По идее мы можем же еще зайти. Так. Так. Пожалуйста, дождитесь финального счета. Заканчивается через 2 минуты 54 секунды. Хорошо, окей. Я выхожу. По идее мне там уже больше делать нечего. Я подрался. 2 секунды подрался, проиграл и вышел. Что вот это добавляет? Стихия тьмы, взрыв тьмы. Понятно. А это мой дамаг. Так, это пламенный жезл. Тоже оружие, которое добавляет мне дамага, получается. А вот это что? Тоже добавляет рок-зверя урон. Нет, все-таки это не то, что я получал. В логове ткачей теней можно это найти. Но пока мы туда идти не будем. Да, было бы круто, если бы мы получили вот эту штуку. Но, чё уж. Давайте тогда закачаем меч. Мы тут вот понаходили всякую хрень. Ну, он мусорный в любом случае. Так, плюс 125 на 3 уровня мы только прокачали. Крайне мало, очень тяжело. Он чё-то качается. Так, хорошо. Испытание. Что у нас тут? Так, это мой приз. Нет, это не мой приз. Хорошо. Хочу посмотреть по дейликам. Возможно, достижения что-то можно получить. Что-то, что можно использовать против врага и для улучшения, собственно, себя. Так. Алмазы эти. Я пока с них никакого резона не вижу. По заданиям ничего не выполнено. Здесь тоже ничего не выполнено. Окей. Давайте тогда пробовать ещё раз более аккуратно, что ли, играть. Потому что, ну, надо завершить. Время-то выходит у нас. Давайте пробовать. Так. Меньше теряем хп. Быстрее убиваем и будет всё окей. Не заморачиваемся. Так, туда я не подхожу. Дерусь здесь. А, окей. Тихо, тихо, тихо. Та, блядь! Шо ж ты застрял-то? Говорю, туда не подходить. А он взял и подошёл туда. Это просто издевательство. То есть, сам себя же и подставил. Ну, какое же управление, блядь, неудобное под эти эмуляторы сделано. Это просто жесть. Вот из-за этого я сейчас потерял, блядь, больше 30% хп на ровном месте. Из-за того, что вот это корялое управление. Почему оно так бегунок этот летает? Он не должен так летать. Это жесть. Неужели сложно зафиксировать? Он перетаскивается. Смотри, вот, чтоб ты понимал. Зачем он мне здесь? Вот зачем? Они думают, это удобно. Это вообще неудобно. Так, ладно. Хорошо, мы запрыгнули наверх. Оказывается, я могу с помощью навыка наверх прям забежать. Обалдеть. Вот зачем я его опять выпустил? Кто-то знает? Вот я не понимаю, зачем я сейчас его опять выпустил. Если дальше еще кто-то есть, у меня 6% хп, которое не восполняется просто никаким образом. Соответственно, если не через навык, то я умру. Все. А здесь, конечно же, кто-то, дай, вылез. А как же без этого-то, а? А как без этого-то? Все? Понимаешь? Он один остался. Он просто остался один. Блюдок. Еще раз. Вот реально, если бы не управление, ну, мы бы затащили. Пускай, да, не на изях. Я не скажу, что это было бы на изях. Но мы бы затащили. Я тебе гарантирую. Так, хорошо. Так. Хорошо. Ну, вот смотри, у меня осталось 64. Ну, уже лучше гораздо, как по мне. Есть, да, разница между 30% в этой точке и 60%. В два раза, да? Неплохо, так как по мне. Поэтому я же говорю, ну, вот чисто проблема была именно в управлении. Вот почему он, почему он там зависает? Вот я не могу понять. Ты мне можешь объяснить? Я не могу вот этого объяснить сейчас. В чем проблема, собственно, происходит? Почему мне так тяжело должно сюда подниматься? И почему? Ну, тут... Блать! Конченная хрень. Ладно, ребят, надо прокачаться, надо побегать немножечко. Поразвивать вещи и потом продолжим. Большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok